Итак, ты попал с друзьями на вечеринку, заходишь в помещение и бац, видишь её. Тебя осенило, она просто красотка. Но ты и твои друзья тоже без пары. В сегодняшнем видео поговорим, как выделиться и выглядеть лучше на фоне друзей. Первый совет. Знай, какие стандарты будут, и одевайся на один уровень лучше. Я не имею в виду, что надо надевать костюм с жилеткой. Но если все ходят в футболках и джинсах, тогда это хороший повод надеть рубашку. Если все будут в рубашках, тогда есть смысл накинуть пиджак. Не обязательно надевать кэжуал пиджак, можно надеть и кожаную куртку, и джинсовку. Надень то, что создаст видимость плечей. Выделит талию и руки. Второй совет. Держись подальше от павлинов. Это я взял у Нила Штрауса в книге «Игра». Суть в том, что выделиться в толпе можно при помощи уникального предмета. Я не имею в виду, что вам надо надеть какую-то яркую шляпу или пиджак. Но попробуйте найти какую-нибудь уникальную вещь, которую вам нравится надевать, и вы чувствуете себя хорошо при этом. А когда этот предмет на вас, он помогает вам быть более запоминаемым. Как, например, вот эта рубашка. Люди ее запоминают, так что она помогает мне выделяться. Следующий совет. Будь собой. Думаю, вы это часто слышали. Давайте я внесу ясность. Чтобы быть собой, вам сперва надо знать, кто вы есть. Многие люди никогда не пробовали уделить немного времени этому, чтобы понять, кто они. Чего они хотят от жизни. Так что, друзья, вам надо проделать эту работу и разобраться в себе. Понять себя и свои стремления. Затем это придаст вам сил и уверенности в жизни. И будете знать, когда проявлять толерантность, когда ввязываться в спор. И будете знать, что вы следуете своим принципам. Такой тип уверенности невозможно игнорировать. Следующий совет, как быть лучше своих друзей, это следить за своим телом. Что вы едите, сколько воды пьете. Что вы делаете с вашим телом, ходите в зал, занимаетесь. И поверьте мне, с возрастом это имеет экспоненциальный эффект на то, как вы выглядите. Далее, господа, заставьте ее смеяться. Но старайтесь использовать высокий юмор, а не низкий. Низкий юмор это как пошлая комедия. Высокий юмор это такой, который более саркастичный и требует обдумывания. И, кстати, эта информация подтверждена исследованиями 2010 года. Когда мужчина делал так, чтобы женщина смеялась, у него было в три раза больше шансов получить номер. Да, я понял, сейчас кто-то из вас скажет. Антонио, ну я не комик. Какие у меня шансы? Если вы умны и начитаны, то у вас есть большое преимущество. Потому что у вас, скорее всего, большой словарный запас. Это основано на исследовании университета Ноттингема. Большой словарный запас делает мужчин привлекательнее. Далее, господа, поговорим о цвете. Использование цветов в царстве животных было задокументировано на многих видах. «Эй, я готов к знакомству, я доминантнее, сильнее и привлекательнее». И знаете что? На людей это тоже распространяется. Особенно это красный и черный цвет. Многие люди отмечают, что мужчины в таких цветах выглядят более доминантными и привлекательными. Поэтому, если вам нравится черный, используйте его в свою пользу. Но я не предлагаю вам надевать красный костюм или перейти с вашего синего костюма на черный. Просто темная одежда, она более доминирующая и может сделать вас привлекательнее. Есть, конечно, и другие цвета. Такие, как оранжевый и фиолетовый, которые делают вас тоже привлекательнее. Но красный в этом плане лидирует. Но, конечно, многое зависит от того, как вы себя ощущаете при этом. Ведь это отражается и внешне. Далее, господа, обращайте внимание на конечные точки. Эти точки расположены на краях нашего тела. Ступни, руки и вокруг лица. Это те точки, на которых мы будем задерживать наше внимание, когда смотрим на человека. Итак, обувь. Убедитесь в том, что они отполированы и выглядят хорошо. Когда речь идет о руках, попробуйте надеть браслет. Если это часы, то они должны быть хорошими. Насчет лица и волос, ребята, следите за вашей прической, она это увидит. Давайте поговорим о бороде. Она заслуживает отдельного пункта. В общем, когда у вас однодневная щетина, многие девушки считают ее привлекательной. Конечно, многие предпочитают бриться под чистую, это вполне нормально. Другие же предпочитают отпускать бороду. Некоторым женщинам это не нравится. Так что, если вы выбрали бороду, то будьте готовы к тому, что некоторым это понравится, а некоторым нет. Давайте обсудим духи. Вы, думаю, понимаете, что плохо пахнуть это нехорошо. Поэтому пользуйтесь дезодорантами. Но у многих из вас нет специфичного аромата, поэтому вам необходимо найти его. Так что вперед, пробуйте разные ароматы и выберите тот, который вам понравится. Можете иметь для каждого сезона свой, потому что женщины очень чувствительны к духам. Особенно тем, которые сочетаются с вашим природным запахом. Господа, следующий совет. Думаю, мне не стоило его даже упоминать. Следите за тем, чтобы вся ваша одежда была вам впору. Размер это король. Размер, материал и функциональность составляют мою пирамиду стиля. Если выбирать одежду, то убедитесь, что она на вас хорошо сидит. Каждый тип тела выглядит хорошо, когда вы носите одежду своего размера. Продолжение следует...